Здравствуйте! С вами детский психиатр Ткаченко Ольга Петровна. Родители, детям которых был установлен диагноз аутизм, задают один и тот же вопрос. Можно ли вылечить данное заболевание? Аутизм не лечится, но с помощью специальных способов коррекции мы можем значительно улучшить состояние малыша и помочь ему адаптироваться в окружающем мире. Помощь родителей понадобится не только в адаптации ребенка дома, но и на улице, в детском саду, в школе. Для этого необходимо тесно сотрудничать с воспитателями, с учителями, логопедами, психологами и психиатрами. И результат данных стараний обязательно будет положительным, потому что многие детки достигают значительного прогресса в развитии. Есть ряд основных рекомендаций по коррекции аутизма у детей. В первую очередь необходимо создать комфортную, спокойную обстановку, в которой ребенок будет лучше расти, развиваться и обучаться. Нужно обязательно делать перерывы между занятиями. давать возможность малышу побыть в уединении. Ни в коем случае нельзя подавлять инициативу, торопить его при выполнении заданий и просто побольше проводить с ним времени. Необходимо обращать внимание не только на малыша, но и на свое психическое здоровье. Потому что в семье, где есть больные детки, очень часто у родителей отмечается эмоциональное выгорание. Поэтому нужно позаботиться и о своем психическом здоровье. Мне очень не нравится, когда специалисты рекомендуют строгий распорядок дня для ребенка, который страдает на аутизм. Мне не нравится, когда родители своих детей загоняют в строгие рамки. Почему? Чем больше мы предлагаем ребенку вариантов решения заданий, тем ребенок становится гибче, он лучше адаптируется в окружающем мире. Проявление аутизма мы можем облегчить с помощью особого режима питания. А именно, из рациона ребенка необходимо убрать все продукты, которые содержат красители, консерванты, желательно придерживаться бездрожжевой диеты, снизить потребление сахара и увеличить потребление воды. Если у ребенка есть непереносимость глютеина, козеина, то лучше убрать продукты, которые содержат эти вещества. Хочу сделать акцент, что не у всех деток, страдающих на аутизм, имеется данная непереносимость. Если она есть, то желательно, конечно, исключить из рациона продукты, содержащие глютен, это злаковые мучные изделия, и козеин, это молоко, молочнокислые продукты. Потому что ребенок не может полноценно их переварить и воспринимает как раздражитель, как наркотическое вещество. И вследствие мы имеем нарушения поведения, которые проявляются в истерических и агрессивных реакциях. К медикаментозному лечению мы прибегаем для того, чтобы убрать отдельные симптомы, такие как повышенная двигательная активность, неадекватное агрессивное поведение, аутоагрессия. Если у ребенка имеется обсессивно-компульсивное расстройство, депрессивные реакции, в этом случае мы назначаем седативные средства и нейролептики. Пищеварительные ферменты помогают усваивать пищу и нормализовать стул. Если у ребенка имеется дисбактериоз, то пробиотики помогают справиться с этой проблемой. Недостаток витаминов, минералов, аминокислот, который был выявлен лабораторным путем, восполняется употреблением комплексов, содержащих витамины, минералы, аминокислоты. Все сопутствующую патологию необходимо вовремя выявить. Если ребенок страдает на эпилепсию, необходима противосудорожная терапия. Лечением аутизма занимается только врач. Необходимо отслеживать эффективность диет, медикаментозного лечения, потому что данные средства помогают далеко не всем детям. Терапия аутизма, как поведенческая, так и медикаментозная, очень индивидуальна. Задавайте вопросы на мою электронную почту, пишите в комментариях. Буду рада вашим любым отзывам. Будьте здоровы! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова